Обкаканный победитель нам не очень нужен. Вот, сейчас мы посмотрим, кто же у нас больше победил. Ух ты! Ну тут ничего, так ничего. Твою мать! Ё-моё! Нет, я не буду повторять! Всем привет! Буквально вот, я не знаю, сейчас скажу, полтора часа назад я загрузил видео под названием Вызов, это залёт. Вот, читаю комментарии и вижу, что реально люди разделились на два лагеря. Одни говорят, что типа, вау, там крутой вызов, офигенно сделано. Другие пишут, что типа, что за легкотня и так далее. В общем-то, я думаю, все правы, все имеют на свою точку, так скажем, зрения, имеют право на свою точку зрения. Так вот, насчёт лёгкости этого вызова. Ну, возможно, он и действительно не очень сложный в плане исполнения, что там, ну, казалось бы, приехали, да, и я полетел. Всё, с инструктором тем более. Ну, вызов такой и был, что с инструктором. Так вот, но вы не думайте о том, что это была заплачена большая сумма за то, чтобы выполнить этот вызов, а это ни одна, и ни две, и ни три даже тысячи рублей. Вы сами понимаете, что это очень дорого. Это надо было ехать туда на машине, опять же. Значит, это опять же какое-то время тратится, опять же, деньги. Также мой друг Анна, фотограф, дала мне вот эту вот камеру. Я ей за это очень сильно благодарен. Опять же, это тоже некие затраты времени, ресурсов и так далее. И, естественно, монтаж был очень сложный, потому что с двух камер у нас мозг ломался на две части. То есть, это надо было всё совместить, чтобы все правильные кадры были. Так вот, в плане исполнения, в плане, как было сделано это видео, и вообще сделать вот такой выпуск, это было на самом деле довольно-таки сложно. И снимался этот выпуск, по-моему, впервые так долго. То есть, мы снимали один день, естественно, ездили это вот снимать сам параплан. Один день мы снимали само видение, снимали на крыше отдельно, что мы ещё там снимали. Ну, естественно, сценарий, всё, и это было очень долго. То есть, при том, что мы снимали всё это аж ещё с прошлой недели начали всё снимать. То есть, это первый выпуск, который снимается не конкретно вот на этой неделе и делался на этой неделе, а снимался аж ещё с прошлой недели. Но чему я рад, так это тому, что вы уже считаете, что мы просто вот какие-то, я не знаю, ну... Ну, судя по комментариям и судя по тому, что вы пишете, что это лёгкий вызов был, такое ощущение, что вы считаете нас суперменами. Ну, если это так, спасибо вам большое. В общем-то, я благодарен действительно вам за такие комментарии. Я думаю, выпусков 15 бы назад за такой вызов вы бы сказали бы, вау, офигенно, вообще круто, всё ништяк. А сейчас вы уже говорите, типа, вызов лёгкий. Спасибо за то, что вы нас, не знаю, так уже завысили, что ли. Хотя, с другой стороны, это для нас очень сильно усложняет какой-то вот этот внутренний моральный. То есть, каждый выпуск мы как-то, ну, нам нужно выбирать какой-то вызов, который, ну, не просто будет интересный, но ещё и сложный, что ли. Не знаю, в общем, что мы дальше выберем. Что-нибудь обязательно выберем, естественно. Обязательно вам что-нибудь покажем. Обязательно что-нибудь сделаем. Вот. Спасибо вам большое за то, что вы смотрите, за то, что комментируете. И я надеюсь, вы объективны в своих комментариях. Потому что написать, что это лёгкий вызов, это должен быть какой-то, не знаю, сверхчеловек, у которого есть много денег, времени и небоязнь вот такой действительно высоты. Всё равно это было страшновато, серьёзно, там сидеть. Вот. Спасибо за внимание. Я отключаюсь. Спасибо за внимание.